Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Дмитрия Исаева. Три брака, дочки-двойняшки, отношения с балеринами и роман с Гришаевой. Как сложилась личная жизнь этого актера. Дмитрий Исаев известен отечественному зрителю по множеству ролей в кино, особенно в мелодрамах. Мама работала в БДТ, а папой является известный актер Стрижельчик. Но Дмитрий был его внебрачным сыном, поэтому он его и не признал. Дмитрию предоставляли множество возможностей заниматься любимым делом. В плане актерского будущего на него никто не давил. Свой выбор он сделал сам. Дети актеров, как правило, проводят много времени за кулисами, наблюдая за репетициями или спектаклями своих родителей. А повзрослев, сами идут по их стопам, но это в основном. Дмитрий Исаев вышел на большую сцену в 14 лет. Занимался Дмитрием в школе со спортивным уклоном. Довольно серьезно увлекался легкой атлетикой, а также музыкой. Любимым инструментом артиста стала скрипка, но оба увлечения в будущем не переросли в профессиональные. На легкую атлетику не хватало времени, а в музыкальной школе были серьезные разногласия с педагогами. После школы Дмитрий не мог определиться с будущей специальностью, но решил попробовать свои силы в ЛГТМИК, и попытка, к сожалению, была неудачной. В течение года Дмитрий работал в приюте комедиантов. Спустя год он второй раз попробовал свои силы в ЛГТМИК. Теперь у Дмитрия все получилось. Текущей подробности личной жизни немного. Известно, что Дмитрий Исаев был три раза женат. Первой супругой стала коллега Ася Шибарова. В этом браке появились на свет двойняшки дочери Полина и София. Но этот брак был недолгим и вскоре дал трещину. Новой любовью Дмитрия Исаева стала балерина Инна Генкевич. Их союз просуществовал шесть лет. По данным СМИ, разбила их брак подруга Инны, балерина Оксана Рожок. Так или иначе, ни одна из бывших жен не держит сла на этого актера. Третий брак с Оксаной Рожок подарил артисту сына Александра. Последнее время в спрессе было очень много слухов о романе Дмитрия Исаева с актрисой Ноной Гришаевой. Актеры играли в одном спектакле, который назывался «Варшавская мелодия». Постановка изначально создавалась под Нону Гришаеву, а актриса сама выбрала подходящего партнера для спектакля. И ее выбор пал на Дмитрия Исаева. Актеров неоднократно замечали в одной компании за кулисами, а также папарацци их сфотографировали вместе, обнимающимися и целующимися. Но далее этот роман никак не развивался, так как Дмитрий был женат, а Нону Гришаева также замужем за известным актером Александром Нестеровым. Дмитрий никак не комментирует эти слухи, так как говорит, что эта вся история ему очень неприятна. И актер находится в браке, растит сына и старается больше времени проводить со своей семьей. Он продолжает упорно работать на театральной сцене и в кино. Ежегодно с его участием выходит большое количество новых проектов. Пишите свое мнение в комментариях, как вы относитесь к этому актеру, нравится он вам или нет, какие проекты с его участием больше всего вас впечатлили. Смею предположить, что многие зрители скажут, что самая интересная работа Дмитрия Исаева это был сериал «Бедная Настя», где он сыграл роль цесаревича. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.